здравствуйте уважаемые коллеги александр сергеевича пушкин есть одно стихотворение он еще в лице его написал там было есть такой фонтан сидит печальная девушка разбитый кувшин из разбитого кувшина не течет вода и он написал я урну с водой уронив об утес ее дева разбила и что там сидит праздный держа черепок урна написал да тогда урна была с полезным содержанием с водой но дева ее разбила а сейчас какие урна бывают погребальные мусорные самые страшные избирательные слово изменило свое значение вот так уважаемые коллеги в городе ульяновске симбирске стоит памятник самый необычный в мире букве памятник букве йо буква йо в русский алфавит ввел николай карамзин он уроженец города симбирска знаменитый историк правда сейчас о нем поговорим что он был самый главный фальсификатор российской истории предгорный историк ну не будем осудить с этой темы но он поступил достаточно правильно да есть уже звуки такие йо и о и он сделать две точки буква йо ввел русский алфавит если его очень долго уродовали древний русский алфавит то петровский еще а у 49 букв 7 на 7 матрица и звуки тонкости значит ничего-то имели ввиду но петр упростил и буквы выбросил после архиабельской революции брали ядь брали твердый знак или написание и вот получается может не так уж сильно выражается и вот как так машинально буквы йо считают необязательный алфавит или она на компьютерной клавиатуре загнут туда в правый верхний угол рядом со скейпом и так часто пишут не считаясь этим это не совсем правильно даже бывает что и это серьезные вещи с этим связаны вот я в москве однажды там был на лекции профессор женщина филолог она говорил у меня как за мою карьеру пожалуй раз пять приходилось выступать в суде экспертом по вопросу наследства то есть почему ну скажем человек по фамилии дегтярев с буквой йо в паспорте у кого я поставлю окончил племянник потомок в торопях написали дегтярев дегтярев читается да но без точек дегтярев и в суде по делу наследства да старший умер младший притянули наследство вот а вы другой вы дегтярев вот это опять раз уступал с экспертизой что в русском языке допускается как бы не использовать буквы йо а читается так тогда лучше все таки использовать чертка рамзин гря старался что ли шар в литературной газете юрий михайлович поляков главный редактор он себя подчеркивает литературной газете всегда ставится буква йо во всех материалах там где она нужна по правилам русского языка лучше все таки используя то мы так все упрощаем язык тоже примитизируется хотя хоть букву йо сохраним знаете коллеги еще раз хочу повторить и не раз я повторял не только здесь в классах студенческих аудиториях когда пытливый даже школьник не говорю какой там разгильдя и тупица там двоечник пытливый школьник может спросить спрашивали у меня час других педагогов вот я поступаю в кг у в киев но вот я знаки эго и сдавать какие науки нужны но я технарь да или физик там программист то зачем биология ну так общей свете там у рыбы есть хвостом лошади четыре ноги зачем ее учить он начинает говорить что надо же быть развитым человеком как нельзя нельзя не стать истории там биологии мы можно живут люди ничего не зная вот тут другой вопрос цель любой деятельности уходит за пить за ее пределы то есть смотреть надо в будущее то есть зачем надо учиться в школе всем предметам потому что через лет 20 твои дети тоже пойдут в школу ты будешь тоже вдохновенно врать что учиться надо хорошо отлично как я только аттестат потерялся до третьего класса ребенок верить на слова и вы счет помните из таблицы умножения вот потом усложняются предметы у него он просит что-то помочь прочитать там разобраться в параграфе а вы не в зуб ногой не в биологии мама не строчки из пушкина наизусть все закрывать воспитательную лавочку вы тоже не учились в школе а еще уговариваете ребенка вот для этого надо учиться в школе сколько вам будет у вас детей столько раз вы закончите школу уважаемые коллеги вот в литературе ну есть конечно классическая литература современная есть хорошие писатели ну и до сих пор такой штамп что ли применяют плохие писатели когда они хотят подчеркнуть ну скажем вот там ну как бабушка у такой персонаж да она из деревни или в деревне жизни не знают городской деревенской просто пишут клавиатуре они вставляют такие слова что бабушка так говорит энта тирот вот он это ты знаешь вот по ели куда ребята даже самые пожилые современные бабушки у них у всех советское образование у них 10 классов как минимум никто так не говорит уже даже в деревне может местный диалект какой-то выговор но никто не говорит этих вот искаженных слов каких древних старинных там тогда это плохие писатели пытаются так привлечься к народу показать персонаж который в интернете где угодно в журналистских штампах так вот есть он как обсуждает бабушки у подъезда всегда встречаю анекдот да что бабушка подъезда сидят вот девушка прошла значит проститутка мальчик прошел значит наркоман ребят вы видели бабушку подъезда в казани когда-нибудь современные бабушки им некогда они еще работают они сидят в одноклассниках они нянчатся с внуками у них есть чем заниматься они не сидят у подъездов найдите такой двор в казани идет бабушки сидят целыми днями и разговаривают это как журналистский штамп бабушки подъезд вот но на днях я ездил в длинногорск нам лекции читать вот вечером в гостиницу выглядываю да и знаете вот чувство такое вот непонятное какое-то что со мной вот и теплое куда как-то детство вернулся вот я смотрю потом там действительно сидят бабушки у подъездов а девчонки во дворе играют в мячик не гаджеты фиговый смотрят а в мячик играют как в моем детстве провинция этой темы хороша что сохраняешь от распада личность вот такой оказывается у нас сохранилась существует какие проблем тоже много до пляногорске храм нет ничего для молодежи и кинотеатра и ночных клубов пальбетиск приходится ездить мало работы нефтяники уезжает в ахтовом методом кто-нибудь там сибирь тюменскую область город как-то так нефтяной мы не очень хорошо себя чувствует а вот атмосфера нашего детства кажется хранилась вот такое бывает вот по сравнению с временами нашего детства в юности но очень изменилось вот содержание научно-технического творчества а у него вообще довольно мало популярно да встану съездят в компьютерах в игрушки играют и дети скажем авиандаризм нашего времени это же была исследовательская работа очень тонкая кропотливая все это строить про разные профиля сейчас авиандаризм это вот из потолочных панелей пенопластовых клепают самолетик примитивный китайской микросхемы китайский моторчик аккумуляторчик и вот радиоуправляемый летает там в зале на улице вот но сейчас такая мощная струя пошла в техническом творчестве это роботы чем роботы лего чаще они собираются опять же из готовых деталей изделий ну что-то немножко в программировании роботов там можно еще творить может какие-то узлы разрабатывать ну и скажу это массовое но довольно серьезное направление это развиваться ну что забавно как бы шла что здесь особого творчества нет лично для рукоделия собирание из блоков сейчас таких специалистов точно мы готовят на само слово робот и вообще философии сказать эти роботов на робот это слово чешское чешский писатель придумал именно работник то есть ровсомские универсальные роботы и вот в нашей фантастике нашего детства роботам большое внимание уделялось в будущем нам всегда были как кто-то пошутил я думал что в 21 веке мы полетим на марс вокруг будут одни сплошные роботы а на самом деле мы изобрели палку для селфи и втулку туалетной бумаги которая смывается какие ожидания и что получилось не так вот вот в развитии той фантастики 60-х 50-х годов 1941 год айзек азимов американский писатель написал рассказ карусель нам такой сюжет что астронавты на на меркурии находится у них какая-то поломка им нужно было ведро жидкого лития они роботу дают команду принеси ведро лития и он пошел и пропал ждут ждут не возвращается сами пошли туда и там сильно озерцо лития круглое расплавлено этот робот кругами ходит вокруг него то есть приказ есть набрать ведро лития да но в нем программа ты не должен себя погубить это опасно и вот он выбрал безопасное такое расстояние и бесконечно управлял такую команду нейтрально и вот в этом рассказе айзек азимов формулировал три закона робототехники первый так звучит робот своим действием бездействием не может причинить вред человеку никак он должен запрограммирован так у него мозг взорвется даже одной мысли человека можно повредить или получить приказ убить человека как это запрограммирован в современном роботе на уровне 0 единица робота убийца беспилотник тоже робот убийца айзек азимов робот не может причинить никакого вреда человеку второй закон робот должен выполнять любые приказы человека если они не противоречат первому закону любые приказы но кроме приказа причинить вред другому человеку и третье робот должен заботиться своей безопасности если это не противоречит первому и второму закону последнюю очередь робот себя может сохранять сберегать он должен не вредить человеку и выполнять любые приказы человека вот над этим вот сейчас надо задуматься а не только как из лего собрать робота и пусть он бегает на колесиках как это запрограммировать сорок первом году я тоже предусматривал а мы до сих пор не пришли к этой мысли как это сделать чтобы робот не стал убийцей человечества наверное уже сейчас делают люди которые соответствующие компьютеры роботы клонируют даже людей в секретных лабораториях наиграемся вот сюда бы надо устремить энергию интеллект нашей молодежи эти коллеги продолжим разговор казанских улицах мне просто вспомнилось ну когда был студентом еще в нашей группе один парень постоянно опаздал на занятия у транспорта не очень ходил он всегда оправдывался с тема но я жена голубятникова живу улица голубятникова считалась страшной глушью окраиной казани и вот он сжаловался что он не успевает приехать на занятия потому что транспорт плохо ходит рано приходится выезжать там так далее есть такая улитка голубятникова там очень странных перекрестках казани там такой четырехсторонний пятисторонний у Вот там по стрелке налево уходит машина с восстания на улице Голубятникова. Опять же вопрос, кто он такой был, почему нет таблички. А это был Николай Голубятников, начальник уголовного розыска Казани еще в 20-х годах прошлого столетия. В одной из операций при задержании преступников. Был страшный бандитизм тогда, его убили. В память о нем была названа эта улица. Не вопрос, да. Почему-то хотя бы казанская милиция не озаботится тем, чтобы мемориальную доску, если уж мэрия не до этого, установить на улице, которая назначена в честь их коллеги, можно сказать, основателя казанской милиции. Начальник уголовного розыска Казани 20-х годов Николай Голубятников. До свидания.